МИР ПРАВОСЛАВИЯ Здравствуйте, уважаемые друзья! Снова в эфире программа «Мир православия». И снова новости радостные и не очень, глобальные и те, которые могут заинтересовать только одну семью. О большом и малом прямо сейчас. Итак, смотрите сегодня в программе. Молитва о погибших. Соболезнования по случаю трагедии под Харьковом. Кто такой социальный педагог? Портрет ко дню учителя. Они всегда будут детьми. Благотворительное мероприятие для людей с интеллектуальной недостаточностью. Пение как молитва. Портрет регента монастырского хора. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрии высказал соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы самолета Ан-26, произошедшей вблизи города Чугуева, недалеко от Харькова. Известие о трагедии, которая произошла вблизи города Чугуева и унесла жизни более чем 20 человек, курсантов и сотрудников Харьковского университета воздушных сил Украины, наполнило глубокой скорбью наши сердца. «Молимся, чтобы всемилостивый Господь упокоил души погибших, подал здоровье тем военнослужащим, которые выжили и находятся на лечении, а родным и близким утешил сердца и дал отраду», — отметил предстоятель Украинской Православной Церкви. «Напомним, что 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку разбился самолет Вооруженных Воздушных Сил Украины. Кроме экипажа на борту находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Один человек находится в больнице. 26 сентября было объявлено днем траура в Украине». «В первое воскресенье октября не забудьте поздравить своих преподавателей с праздником, ведь это День Учителя. Мы все знаем такие профессии, как учитель физики или географии, но есть одна новая профессия — социальный педагог. Чем занимаются эти специалисты в школе, смотрим в следующем сюжете. Международный день социального педагога, который отмечают 2 октября, праздник достаточно новый, а решение о его учреждении приняли немногим более 10 лет назад на очередной конференции представителей этой профессии в Копенгагене. В разных странах мира в этот день состоятся тематические мероприятия, форумы, семинары. Мы же решили посетить лицеинтернат номер 23 «Кадетский корпус», где встретились с социальным педагогом Снежаной Юрченко. Опустили коридоры, и подростки радостно ожидают очередной встречи с любимой учительницей. «Здравствуйте, уважаемые поняночки! Здравствуйте, уважаемые кадеты! Здравия желаем!» Так уже на протяжении 10 лет начинаются ее занятия. Пани Снежана раз и навсегда посвятила себя детям. Еще школьница мечтала попробовать себя в роли учителя. А когда узнала о новой перспективной специальности социальный педагог, поняла, что это ее призвание. Сейчас она ничуть не жалеет о своем выборе. Я еще была студенткой и пришла работать в «Кадетский корпус». С первого дня влюбилась в эту работу. По-настоящему, искренне. Потому что самое главное, наверное, в этой профессии – это человечность. Человечность прежде всего. Потому что нужно иметь сердце большое и такую открытую душу, чтобы каждому ребенку, нуждающемуся в какой-то помощи, помочь. У нас есть много детей, действительно нуждающихся в помощи и даже просто в любви, в совете, в каком-то искреннем разговоре. Ребенок чувствует себя более защищенным, когда у него есть понимание, внимание и помощь в семье. Но так бывает не всегда. А кроме тех, у кого просто не складываются отношения в семье, есть еще и дети из многодетных, неполных семей, сирот и тому подобное. Для них социальный педагог – незаменимый человек. Снежана Сергеевна – это педагог, который может поддержать любую минуту твоей жизни. Ведь бывают разные случаи. Бывает, что тебе обидно, ты не знаешь, куда себя деть. И это очень хорошо, что ты можешь довериться, можешь рассказать о своей проблеме, о которой не расскажешь даже своему близкому другу. Она нам, как вторая мама, всегда поддержит. К ней можно прийти и поделиться каким-то секретиком. Она подскажет, как правильно сделать, а как неправильно. Также у нас с ней очень много воспоминаний. Мы часто вместе ездим по Украине. Для меня Снежана Сергеевна – это олицетворение женственности, эрегантности и позитива. Она с каждым днем все больше и больше расцветает, как цветок. Я очень хочу быть похожей на нее. Для меня Снежана Сергеевна – человек, который может подарить всем улыбку. И вообще она человек позитив. Для меня она человек, который подарил мне множество положительных эмоций и воспоминаний. Я ее очень сильно люблю. Чтобы услышать такие слова, надо по-настоящему любить своих подопечных. Уметь разглядеть их искорки способностей, жажду жизни, добра. Не каждому такое под силу. Возможно, поэтому среди социальных педагогов не бывает случайных людей. Я считаю, это вообще очень важная профессия, когда в наше такое непростое время, когда мы живем в мире в таком жестоком, даже в некоторых моментах. Дети, когда приходят за помощью, обращаются к ней. Она всегда поможет, она всегда пройдет руку помощи и расскажет, и объяснит, и поддержит. Снежана Сергеевна – это новатор, открытый всегда новым знанием. Это педагог с большим сердцем и любовью к детям. Ведь дети учатся у тех, кого любят. Наш социальный педагог, Снежана Сергеевна, незаменимый помощник учителей. Она помогает нам развивать у детей умение выражать себя как уникальной личности. Это очень отзывчивый человек, профессиональный, который может поддержать не только учеников, учителей в какой-то ситуации, но даже меня, психолога. Поддержает просто как коллегу. Дети ее любят, уважают и всегда находятся вокруг нее. Каждое действие и поступок, которые она совершает в своем классе, в школе в целом, это и есть как раз пример благородства педагогического действия. Кроме того, что Снежана Сергеевна очень хороший специалист, она очень хороший, честный, порядочный человек, с которым мне пришлось познакомиться. И я очень благодарна, что она есть в моей жизни. Учитель – это профессия от Бога, все остальные профессии от учителя. Пани Снежана всегда открывает двери родного лицея с улыбкой. И это улыбка от души. Ей действительно радостно каждый раз встречаться с детьми. И они это чувствуют. Почему в Румынии священники пересели на велосипеды, и что будет с древним монастырем в Израиле на территории палестинской автономии? На очереди международные новости. В Соединенных Штатах Америки теперь дети, родившиеся после неудачного аборта, преждевременно рожденные, а также дети с инвалидностью, имеют такое же достоинство и такие же права, как и любой человек. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Как сказано в тексте документа, его целью является защита младенцев, родившихся живыми, от дискриминации при предоставлении медицинских услуг. В указе также говорится о том, что медицинский персонал не имеет права незаконно отговаривать родителей от обращения за медицинской помощью для своего ребенка только лишь из-за его инвалидности. В Финляндии на территории одного из военных полигонов осветили место для молитвы. Чин освящения совершил иерарх Финляндской Православной Церкви, митрополит Коапийский Арсений. Планируется, что новые молельнии будут пользоваться курсанты Военной Академии Сухопутных Сил, а также военнослужащие пограничных частей Северной Карелии и Карельской эскадрильи. В Преображенском монастыре, расположенном в городе Рамалла, обнаружили фундамент древнего храма, который стоял здесь еще в первые века христианства. На прошлой неделе с находкой ознакомился предстоятель Иерусалимской Православной Церкви патриарх Феофил. Архипастырь благословил начать работы по восстановлению святыни. В румынском городе Алба-Юлия активисты Ассоциации румынских православных студентов провели акцию, цель которой – популяризировать экологически чистый транспорт. Несколько десятков человек, в том числе и священнослужители, проехали по центральной части города на велосипедах и электромотоциклах. Молодые люди этим хотели подчеркнуть важность любых мер, направленных на защиту природы, а также призвать всех к защите окружающей среды. Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам провел очередную акцию – бесплатную раздачу обуви. Подарки получили воспитанники общественной организации «Джерелла». Она заботится о людях с интеллектуальной недостаточностью. Мы все сталкиваемся в жизни с трудностями, но этим людям ежедневно приходится преодолевать такие обстоятельства, которые нам трудно даже представить. Виталию 36. Он спокойный и уравновешенный. Возможно, секрет в том, что рядом всегда родной человек – его мама. Вот и сейчас она проводит занятия. Виталий внимательно слушает, а руки вяжут цепочки из воздушных петель. Я люблю рисовать, я люблю вязать, я люблю играть в игры. Мне хорошо это получается, я этому учусь, научился, ну еще хотел бы попробовать, еще научиться. Я еще мечтаю делать, научиться мороженое. Для таких, как Виталий, главное – социализироваться, получить навыки, которые помогут в дальнейшей жизни. От умения завязывать шнурки до умения пользоваться техникой. Он начал у меня когда учиться, у него с учебой было неплохо. Он математические действия трехзначные складывал. Мы пошли в магазин, а он сдачи с одной гривны, ну с одного рубля тогда еще было, он не посчитал. И я удивилась, как же так? Ведь он же это все считает. А вот на практике он не может это приспособить. Вот тогда начались у нас вот эти все работы, вот именно научить пользоваться знаниями. Таких семей в джереллах более 120. Они поддерживают друг друга, делятся опытом, помогают специалистам в центрах досуга Киева и в Богославском доме транзитного пребывания. Это то место, где их ждут и где чувствуют они себя как дома. То есть если в принципе у нас в государстве услуг для людей с интеллектуальными нарушениями после 18 лет практически нет. И мы стараемся организовать такие услуги, чтобы они не сидели в четырех стенах. Чтобы они были заняты, чтобы они могли прийти в то место, где их ждут и хорошо к ним относятся. Где друзья у них есть, где они могут общаться, где они могут участвовать в разных видах деятельности, где им будет интересно. Гриша, а посмотреть не хочешь? Давай посмотрим. Смотри, какие классные, супер. Тебе нравится? Что касается благотворительной раздачи обуви, то это уже третья совместная акция Синодального отдела Украинской Православной Церкви и Джерелл. Ранее раздавали продуктовые наборы, а еще оплатили питание одной смены в Доме транзитного пребывания в Богославии. Очень радостно от того, что несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, находятся компании, которые жертвуют свою обувь. В частности, компания МИДа, которая предоставляет великолепную обувь. Не все воспитанники Джерелл сразу успели примерить обновки. Некоторые задержались на занятиях. Ярослава – тренер по йоге. Мы скручиваемся, ровная спина. С людьми с инвалидностью она работает уже давно. Результаты обнадеживающие. Главное, чтобы занятия были систематические. Для меня основной плюс йоги в том, что мы учимся чувствовать свое тело, чувствовать себя. И это приятно. Это хорошо. Ученые подсчитали, что почти у трех процентов людей имеется интеллектуальная недостаточность. Но у них такие же чувства, как и у нас. Просто они – вечные дети. Они очень ждут нашего приезда. Они очень рады нашим подаркам, нашему участию. Они с удовольствием с нами общаются. И это доставляет радость. И нам доставляет удовлетворение, что наш труд, который мы прикладываем для помощи Джереллам, он не проходит даром. Радостный Люцей – это индикатор успешного проведения не просто акции, а нашего отношения к ним и отношения ребят и Джерелл к нашему синодальному отделу. У каждого человека есть безграничные возможности делать добро другим. Главное – не проходить мимо чьей-то беды, не отворачиваться, когда кто-то нуждается в помощи. Даже маленькое доброе дело оставляет светлый след. Прежде всего, в собственной душе. Вера, надежда, любовь и мать их София. В каждом имени христианская добродетель. Этих святых мучениц церковь чтит 30 сентября. Героиню нашего следующего сюжета назвали в честь святой мученицы Любови. Она руководит мужским хором в монастыре, пишет богослужебную музыку и уверена, что ее жизнью руководит Любовь Господня. О том, что Любовь способна творить чудеса, маленькая Люба чувствовала еще в утробе матери. Ведь она пришла в этот мир, несмотря на законы логики и запреты врачей. Ей сказали, что почки у нее, у мамы моей, почки в критическом состоянии. Ей срочно нужно делать аборт, то есть избавляться от ребенка, потому что если она согласится рожать, то у нее 90% что она умрет. В храм она еще так сильно не ходила, ну как там на Пасху, на праздники. И посоветовали ей обратиться к такой матушке, матушка Рафаила в Житомире была. Она приехала и та ей дала святое маслечко, говорит, что у тебя нормально. У тебя прекрасная девочка, даже сказала, что девочка, мама не знала. Говорит, что у тебя нормально, не переживай, вот тебе маслечко, молись. Так любовь Божья сначала привела Любину маму в храм, а затем и ее доченьку в этот мир. Девочка родилась здоровой, красивой и одаренной. Она с детства была лидером и умела сплотить вокруг себя даже взрослых. А ее регенский дебют состоялся, когда Любе было всего 8 лет. Вот сколько я себя помню, столько я на Клироссе там и была. И так получилось, что наша Реднича, куда-то ей надо было отлучиться срочно, что-то у нее случилось. И кто проведет службу, во время литургии это было. Ну и я вызвала, давайте я, я все знаю, провела. Ну и так получилось, что я регентовала этими вот девчонками. Когда Люба выросла, то уже точно знала, что будет музыкантом. Получив консерваторское образование, уже видела себя на большой сцене. Но 9 лет назад жизнь ее круто изменилась. Это произошло, когда она переступила порог Веденского храма. Наверное, это мое место. Я себя здесь чувствую свободно. А если бы я здесь могу полностью реализовать все свои мысли, все свое творчество, это мое место. Так любовь Божья снова направила жизнь Любы в правильное русло. И вот уже 9 лет она руководит профессиональным мужским хором в мужском монастыре. Мы же все парни, она девушка, ну маленькая, маленького роста. Она такая веселая, очень энергичная. Она всегда улыбается. А парни, ну они такие разные. Басы, теноры, баритоны. Все с разным характером. И порой она такая добрая и веселая. И мы так привыкаем, что все нормально. И забываем о том, что мы делаем, что мы поем, что нужно быть целостным коллективом. И потом она одним своим взглядом напомнит, что мы здесь делаем. Даже без слов. И мы все понимаем. Собираемся и уже начинаем работать так, как надо. Ну и тогда все нормально. Любовь не просто руководит хором, она пишет богослужебную музыку. Ее «Милость мира», Херувимскую, поет в Веденском монастыре во время каждой литургии. Когда вот поет хор нашей святоведенской обители, очень часто они придумывают, ну Господь им дает на сердце, на душу, на мысль, такие какие-то новые песнопения. Всегда это бывает, может быть, по-новому. На симфонии это звучит. И духовно мы пребываем в таком единстве, можно так сказать. Вот. Единым юсты, единым сердцем славим Трисвятое имя Господа и Бога Спаса нашего. Люба готовит к выпуску новый альбом церковных песнопений. Мечтает написать книгу о жизни женщин, разных, но одинаковых в своем стремлении к любви. Монастырский Веденский храм для нее – это всегда больше, чем просто работа. Сюда, под покров Пресвятой Богородицы, она спешит, как домой, где ее ждет дружная и любящая семья. И где любовь Божья руководит ее жизнью. А сейчас о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 5 октября, чтим святого пророка Иону. 6 октября вспоминаем прославление преподобной Елены Киево-Флоровской. 7 октября – праздник в честь первомученицы I века равноапостольной Феклы. 8 октября – день памяти преподобного Сергия Радонежского. На следующий день церковь чтит апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 10 октября – праздник в честь священномученика Петра, митрополита Крутицкого. На воскресенье, 11 октября, приходится собор преподобных отцов Киево-Печерских, покоящихся в ближних пещерах. Напоследок – о праздниках. Каждый день церковного календаря дает повод праздновать. Но речь не о праздности, а о том, чтобы задуматься о нашей жизни и о том, как нам стремиться к святости. На этом все. До встречи на следующих выходных. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин